Провинциальный Симберск хранит в себе еще много тайн и загадок. И одна из них, почему этот небольшой городок так любили масоны, самые закрытые, обросшие мифами и легендами общества. Масонство – одно из самых известных идеологических движений в истории Европы, окруженное множеством легенд, преданий, вымыслов и слухов. Официальной датой его возникновения считается 1717 год, когда в одной из таверн Лондона была образована первая масонская ложа. Масоны поддерживали идеи народа власти и либерализма, помогали революционерам. Чтобы добиться своей цели, они старались захватить в свои руки политическое влияние власть и перекроить все сферы жизни на свой лад. Это касалось не только религии и государства, но и семьи, школы, армии, науки, искусства, промышленности и так далее. Завесу тайны над этим обществом нам помогла приоткрыть Елена Константиновна Беспалова, заведующая научно-исследовательским отделом Музея-заповедника «Родина Ленина». Она знает о масонах практически все и занимается более 20 лет. Результатом ее исследовательской работы стала выставка «Вольные каменщики Симбирской губернии» – так называли себя масоны. Симбирск был одним из немногих городов Российской империи, где работали две масонские ложи. В целом по стране, не считая столиц, ложи стали открываться в самом конце XVIII – в начале XIX веков, а в Симбирске первая масонская ложа «Золотой венец» появилась летом 1784 года. Ее основатель Иван Петрович Тургенев – уроженец Симбирска, один из активнейших деятелей московского масонства, член ложи «Дружеское ученое общество». Как раз в 2019 году исполнится 235 лет со дня ее начала работы. Но эта дата все-таки считается условной, относительной, потому что, когда Иван Петрович приехал в Симбирск, уже здесь были наличными масонам, причем числом достаточно для образования, для открытия масонской ложи. Иван Петрович сам стал великим мастером ложи, управляющим мастером был симбирский вице-губернатор Александр Федорович Голубцов. А в числе подмастерьев значился молодой Николай Михайлович Карамзин. Тургенев стал одним из первых, кто заметил литературный талант Карамзина и предложил ему ехать учиться в Москву. Там состоялось знакомство Карамзина с Николаем Новиковым, издателем и видным масоном. Карамзин с головой погрузился в этот странный новый мир. Его уважали и ценили. Он занимался переводами, писал для альманаха, а Новиков охотно печатал все, что выходило из-под пера юного литератора. На выставке находится особо ценное письмо – документ, рассказывающий о деятельности первой симбирской ложи. Елене Константиновне удалось его обнаружить во время своей исследовательской работы в Государственном архиве. Письмо написано управляющим мастером симбирской ложи «Золотой венец» Александром Голубцовым в 1785 году, примерно через год после открытия ложи. Адресовано Тургеневу. Николай Иванович Новиков разработал особую инструкцию, как нужно писать масонские письма. Главное требование – писать по пунктам. Так было удобно отвечающему. Отвечали тоже по пунктам, избегая лишних слов. По написанию этого письма видно, что использовались символы масонские, которые обычно использовались при составлении каких-то документов, масонских документов, писем. В частности, слово «ложи» было заменено квадратиком. Здесь вот как раз и видно. Но самое главное, здесь упоминаются некоторые братья, которые состояли в ложе «Золотой венец». Тот же самый Кулебакин, Норов и любезный брат Карамзин. В письме говорится, что любезный брат Карамзин достоин, чтобы его повысили и дали ему должность второго надзирателя. Молодой Карамзин много общался с масонами. Именно в это время он стал писать стихи и прозу. Местом, где собирались члены масонской ложи «Золотой венец», в том числе и Карамзин, проводили свои собрания, обряды по священию масоны, был храм Иоанна Крестителя, построенный в конце XVIII века в имении Василия Киндякова на юго-востоке Виновской рощи. Был ли Василий Афанасьевич Киндяков масоном – доказательств нет, но что он сочувствовал и помогал им – это бесспорно. С приходом к власти Катерины II начинаются правительские гонения на масонство. Императрица видела в масонах угрозу своей абсолютной власти. В 1785 году началась массовая проверка всех частных школ с целью выявления пропаганды масонской идеологии и образа мысли. Были запрещены и изъяты из печати некоторые книги из типографии Новикова. Карамзин тоже ходил под подозрением. Говорят, в это время он покидает братство. Однако, более распространенная версия, что ложа командировала Карамзина на средства братства за границу. В 1790 году, в 1789 году, он уехал за границу из-за того, что здесь, скорее всего, Новиков и его единомышленники решили как-то обезопасить и Карамзина, потому что в 1792 году Николай Иванович Новиков по указу Екатерины II был арестован. И заключен на 15 лет в Шельсбургскую крепость. Два года Карамзин путешествовал по европейским странам. Именно в это время им были созданы письма русского путешественника. Однако, путешествуя, он лично встречается почти со всеми известными европейскими масонами. Гердером, Виландом, Лафатером, Геттем. В 1792 году он выступил с критикой действий властей, когда они разгромили московскую масонскую организацию и заключили учителя Новикова в крепость. Несмотря на то, что и сам Карамзин был под подозрением Екатерины, как ученик масонов, он опубликовал одуг милости, в которой недвусмысленно читается его неприятие действий императрицы. В это время и симбирская ложа «Золотой венец» прекращает свою работу. Конечно, масоны остаются, они уходят в подполье. Продолжение истории о масонах смотрите в следующем выпуске. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok